Мы поддержим этот закон, он давно назрел, принимаем с опозданием, но это частный вопрос, который надо решать. Я бы хотел еще раз вернуться к проблеме, что нам объявлена гибридная война и мы обязаны на нее ответить комплекс. Снимают наши флаги с посольств, делают все для того, чтобы унизить наших спортсменов. Приняли закон о санкциях, по которому пытаются разрушить наш сырьевой комплекс, который является главным валютным цехом страны. Приняли 7 ноября в день столетия специальный документ о жертвах коммунизма, хотя сами за свою историю столько натворили бед. Неча на зеркало пенять, когда рожа такая, но тем не менее продолжается довольно мощное наступление на все наши возможности и права. Им обязаны на это ответить. Я хочу вас вернуть к событиям Карибского кризиса и хочу напомнить, каким образом разрушили нашу любимую родину за 25 лет. Мы примерно сейчас 25 лет живем под тем же правилом, которые прописали американцы давно. После Карибского кризиса Джон Кеннеди собрал у себя в овальном комитете лучших своих специалистов, сказал, воевать не можем с Советским Союзом, сами погибем в ядерной войне, мы уже не отгородимся двумя океанами, но предложите вариант разрушения этой страны невоенными способами, потому что согласиться с тем, что наш главный конкурент так уверенно развивается, мы не можем. Самое поразительное, что был подготовлен документ, он и есть у нас в секретных службах, который всего был сформулирован на двух страницах. Я хочу, чтобы особенно в новое поступление в Думу внимательно вслушались суть этого документа. Там было всего 5 пунктов. Первый пункт гласил, мы должны все сделать, чтобы доказать доверчивым советским людям, что жить им в одной стране тесно, что если они разбегутся по национальным квартирам, они будут жить счастливо, на самом деле они порвут вековые связи и будут тонуть по одиночке. Мы тонем по одиночке. Второй пункт гласил, что надо дегерализировать советское население. Это страна-победитель, которая выжила в истории благодаря семи великим победам. Надо все сделать, чтобы не появились новые космодемьянские, матросовые, новые герои. Целая акция, связанная с тем, чтобы поставить нашу страну на одну доску зитлерской Германии, продолжается и в наши дни. Третий пункт гласил, надо разжечь национализм, гальванизировать религиозный экстремизм и помножить все это на недовольство национальных окраин, для того, чтобы поджечь страну со всех сторон. Уверяю вас, мы это наблюдали. Сегодня продолжается примерно та же политика. Но дальше говорилось, без захвата ключевых средств массовой информации и без разрушения КПСС, это стратегия нереализуема. Талантливый философ Илогик Динови, выступая как-то в Мюнхене, с лекцией «Как убить слона иголкой», сказал, что СССР победить невозможно. Его можно взять только изнутри за счет того, что посадить в верхний эшелон управления людей, которые будут нас слушать. Мадам Тэтчер почти три часа беседовал с господином Горбачевым и потом сообщила своему коллегу в Вашингтоне, внушаем, недалек, тщеславен, есть смысл поработать и обложить агентами влияние. Появились Якулевы, Шаварнадзе и все остальное. Дальше вы многое знаете. Когда загорелась страна, мне пришлось бывать на Кавказе, в Средней Азии, в Литве. Я привозил материалы и клал на стол Вселенного Политбюро, в которых было ясно подчеркнуто, кто этим занимается, за какие деньги. Меня больше всего тогда поразило, что из каждых трех операторов телевизионной группы минимум два были и спецназовцы, и лицарушники. Они работали профессионально, грамотно, имитировали всякие мерзости, которые потом выдавали на экран и будоражили наше население. Никаких мер со стороны руководства страны не было принято. Якулев сделал все, чтобы положить под сукно. Ни одна наша совсекретная записка, поддержанная системой безопасности, не получила должного обсуждения. Потом то же самое мы видели в Ираке, Югославии, Ливии. По согласованию с президентом, я летал в Ирак накануне войны. С нами было еще два десятка депутатов. Прошли прямые переговоры, никакого там не было химического оружия, готовы были пойти на многое. И тем не менее загорелась та война. Сегодня пытаются поджечь нашу страну. Если мы обойдемся полумерами, проблему мы это не решим. Итак, главный мой вывод, и как политика, и ученого, заключался в том, что СССР не справились никакие военные нашестия, но нас уничтожила продажная партийная бюрократия, антисоветизм и русофобия. Замешанная в одинном флаконе на мощных средствах информации, все это разрушило то, что называется внутренним единством и привело к катастрофическим последствиям. На Украине к этому добавили бандеровщину. Вся эта свора, весь опыт бандеровщины, американцы перетащили к себе после войны, а потом культивировали на их почву. Плюс огромные деньги затратили на подрастающие поколения, они это не скрывают. Последствия, мы видны, начинали с Ленинопада, заканчивают уничтожением вообще русского языка и памяти, без которой не существует ни страны, ни государства. Вот сейчас к нам приезжало на празднование 100-летия Великого Октября 132 делегации. Столько в СССР не приезжало. 60 генеральных секретарей и председателей. Почти 500 ваших коллег со всех парламентов. Все до единого выступили. Ни один, ни один не бросил ни одного камешка в адрес Российской Федерации. Все с уважением относятся ко внешней самостоятельной политике и говорят, хоть кто-то есть на этом свете, кто может дать сдачи американцев или, по крайней мере, сказать нет. Поддержка потрясающая была. Я приглашал наши все каналы, кроме «Россия-1», все остальные или отсиделись, или отмолчались, и говорил, берите интервью, покажите, расскажите. Не только нас душат по планете. С нами солидарны практически все ведущие партии от центра влево. Все. Почему не опереться на эту общенациональную, политическую, мощнейшую поддержку? Вместо этого дикая паранойя, связанная ложью всему святому и лучшему, что было в нашей последней столетней истории. Причем два мерзавца решили судьбу революции за 100, за 1 миллион немецких марок. Я извиняюсь, но это такая дурь и чушь, которая унижает отцов, дедов, победителей, космонавтов, всех на свете. Сейчас продолжается эта паранойя. Я извиняюсь, ведь внутри страны развернута информационная гражданская война с целым поколением, поколением, которое оставило на наследстве державу. Ведь кроме подписей Ленина под существованием Российской Федерации в нынешнем виде нет никаких других документов. Поэтому нам надо прежде всего помнить о том, что всякие происки извне, они провоцируются той политикой, которая началась с Горбачевой Яковлевой, которая продолжается и последние 25 лет. Если мы не остановим этот беспредел, нас ждет довольно тяжелая судьба. Сегодня главной опасностью информационным, экономическим, финансовым планом является компрадорская олигархия. Она вытащила из страны 61 триллион рублей, 1 триллион долларов. 15 спецслужб Америки получили прямое законодательное указание раскопать все и доложить 2 февраля. Я уверен, что это будет информационно-финансовая бомба накануне президентских выборов. Давайте принимать меры. Русофобия, Ельцин-центр Михалков устал показывать. На это уборище смотреть без боли невозможно. Но ведут-то работу во всех слоях подрастающего поколения. Неужели нельзя и эти информационные происки ограничить? Это не просто иностранные агенты, это люди, которые разрушают всю тысячелетнюю культуру. Там, кроме Ельцина, все остальные, государьи, цари, генсеки, ну просто не хочу даже слова употреблять. Неужели нельзя поставить этому за слово? Я абсолютно уверен, можно. Антисоветщина. Я вот недавно полистал, дилетант журнал «Эхо Москвы» выпускает. Грязный на ощупь, перечисленные миллионы, десятки миллионов. Сплошная ложь. Есть же документы, подписанные и Ельциным, и их комиссией по каждому году, по каждому человеку. Опубликуйте, кто вам не дает. Я не раз пытался это сделать, ничего не вышло в этом плане. Или вот сейчас предстоящая выборная кампания. Но эти кандидаты от «Дома-2», ну это не просто уборище. Разве можно страну опускать ниже параж? Это не публичный дом, это государство с тысячелетней историей. Таких государств десяток на всей планете. 44 было сюжета за неделю. 44, когда Путина раскручивали, было 24. Это к вопросу об информационной безопасности. Нормального проведения политического процесса и достойных выборах. Никому такие не нужны. Мы обязаны все серьезно отнестись. Мы серьезно относимся. Подготовили большую программу. Представили ее. Сейчас недавно только что подвели итоги на юбилейном комитете, где прямо сказали, Скоро будет 100 лет ВЧК. Нравится, не нравится, но мы это отметим. Потому что эта служба стояла на страже безопасности державы. 100 лет легендарной Красной Армии. Она не проиграла ни одного сражения. Мы ответим это достойно. 100 лет Ленинскую комсомолу. Самой выдающейся организации молодежи на планете, которая построила целые города и целую отрасль создала. Кобзон как-то блестяще сказал. Хотите сохранить Дальний Восток и Сибирь освоить? Восстановите комсомолова, будет все в порядке. Президент подписал указ о возрождении детско-юношеских организаций в школах и вузах. Давайте вместе поработаем. Они должны питать все лучшее из нашей истории. Или выходит и говорит, Крым надо отдать, Крым не наш. Выйдите в Америке на телевидение. И скажите всей Америке, что Аляску они задарма купили, более того, они нам не заплатили до конца. Вас по их законам арестуют, опишут все имущество и дадут 20 лет тюрьмы. Я спрашивал у них, что у вас такие лютые законы? Они говорят, у нас Флорида принадлежала испантам, Мальдхэттен, голландцам, два штата крупнейшие принадлежали Мексике. Если мы разрешим кому-нибудь пикнуть хоть одно слово, что надо растащить Америку, мы их закопаем. И правильно делают. Мы ее вернули достойно и грамотно. Ни одна пушка, ни один автомат там не выстрелил. Операцию провели гениально в этом отношении. Мы должны сообщать и защищать. Если будут и дальше продолжать в наших эфирах все это безумие, поэтому наш этот закон никак работать не будет. Давайте прежде всего позаботимся о информационной безопасности внутри страны. Я считаю, что можно многое сделать для этого. Мы созрели в принципе. Без нового финансово-экономического курса, без наполнения должным образом бюджета, без поддержки тех, кто трудится, а 9 десятых продолжают нищать 36-й месяц, мы эти проблемы не решим. Поэтому закон этот поддержим, но надо смотреть на эту проблему шире и быстрее реагировать на все выпады, которые сегодня ведутся против России.